Первая, первая наша беседа будет о системе очистки организма, вторая будет об антиоксидантах. Значит, итак, я сажусь, мы с вами начинаем работать, и первый вопрос, который мы ставим, а почему нужна очистка? Значит, дело в том, что очистка внутренней среды организма, это проблема, проблема чрезвычайно древняя, буквально еще китайцы, еще восточная медицина 5000 лет назад разрабатывали систему очистки, это те времена, когда не было никаких технобенных загрязнений, среда была исключительно чистой, и тем не менее эта проблема стояла и решалась, самое главное. В наше время она приобрела новое звучание и значительно большую важность, даже чем во все предыдущие времена. Очень многое изменилось. Значит, во-первых, изменилось питание, изменилось питание в самую неблагоприятную сторону, я должен это обязательно отметить, потому что у многих врачей представление такое, что больному нужно давать лекарства, а вот что касается микронутериентов, так называемых, витаминов, минералов, флавоноидов и других веществ, очень важный, не менее важный, чем витамин и минералы, то все остальное человек должен получать из пищи. Как было во времена Пушкинского древнего, согласен. Когда почва была богата, когда христианин грамотно хозяйствовал на земле, хозяйничал на земле, не было никакой химии, и тогда действительно пища была достаточно обеспечена всем необходимым, можно было из пищи получить все необходимые микронутериенты. Сейчас этого нет. У нас специально была проведена конференция, эта конференция проводится, этот конференция называется ежегодно, называется «Лекарственное средство природного происхождения». Восьмой уже сегодня, в этот раз, восьмой конференции в Санкт-Петербурге, в этом году он состоится в индиантин, в народе. И там эти вопросы ставились на научное слово «Анализ современных продуктов на содержание микронутриентов». Вот обычных ходовых продуктов, яблок, груш, апельсин, ну все, что мы едим, и их должны есть. Так вот, должен вам сказать, это серьезная работа была проведена в Москве, было показано, что содержание основных микронутриентов в современных продуктах питания в 4-5-6 раз, в 10 раз ниже, чем в одноименных продуктах было когда же лет 30-40 тому назад. И поэтому вот это заблуждение, врачебное заблуждение, что человек должен получать все из пищи, а вот лекарство из рук врача, оно совершенно не соответствует действительно. Меня поражает такое отношение, когда никогда врач не спросит у больного, а вот получаете ли вы, допустим, витамин С, принимаете ли вы витамины группы В, предположим, витамин Е и так далее, этих вопросов нет. Более того, когда я сам обратился к врачу, мне нужно было, и я говорю, вы знаете, вот вы мне там прописываете синтетические средства, а я в них, я не хочу их принимать. Я могу сказать, почему. Дело в том, что мне образование позволяет, так говорит, я закончил фармацевтический факультет 1-го Московского института, то есть лекарства я уже должен знать, и химический факультет Харьковского университета. И поэтому я могу с полным основанием сказать, хочу это принимать или нет. И когда я говорю, вы знаете, я могу природные комплексы, витамин Е, витамин С, витамин А, кофермен-У комбинации, решить лучше эту проблему, чем вашими синтетическими средствами. Ну и когда мы прощались, я говорю, ну и как вы относитесь ко всему, мне было интересно, он так говорит, ну попейте ваши витаминки. Понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, о каком совершенно несерьезном отношении, просто непонимании роли природных веществ, причем весьма активных, которые входят в составы ялок и смерть, и не добавляют. Форма природных веществ действий может быть разной. Наши бабушки использовали настое, экстракт. Сейчас фирма использует высокие технологии, но это то же самое, те же природные вещества, которые получаются в концентрированном виде уже, вот капсулка в концентрированном виде, но с использованием современных технологий. Что значит современные технологии? Во-первых, это, прежде всего, щадящие технологии, потому что природные вещества, подставляющие большинство средств, очень неустойчивы химически, они легко разлотаются, легко распадаются, и поэтому достоинство фирмы состоит в том, если она сумела использовать хороший технологический подход. Например, низкие температуры при приготовлении, допустим, низкотемпературная экстракция, низкотемпературное дробление, низкая температура – это не 0 градусов, это температура жидкого азота. Когда при такой температуре сохраняется практически всё. Это действительно так. Вот микровидрин, который мы сами с пристрастием проверяли, показал, что он действительно эффективен, и действительно удалось авторам или технологам создать препарат, который действительно содержит вот этот гидридион, который выделяется в виде водорода. Мы даже видели кузырьки газа, которые выделяются. Нужно было создать микрофон. Микрофон, говорите, пожалуйста. А? Микрофон? Хорошо. Так слышно? Да. Вот. То есть, чтобы долго не говорить об этом, сразу скажу, значит, из продуктов питания современных получить все необходимые микронутриенты практически невозможно. И нужно это уже принять как аксиому. Но если кто-то забыл, что такое микронутриенты, я буквально двумя словами освещу этот вопрос. Как-то привыкли в медицине, говорить о жирах, белках, углеводах. Никто не спорит все к этому привык. Постоянно считается калораж пищи. Вот столько-то калорий человек должен получать или не получать, предположим. Но, более-менее, говорят о литаминах. Более-менее. Совсем мало до самых последних лет говорили о минералах. Вот врачи вспомнили, лет 5-10 тому назад. Ну, говорили, железо, да, да, женщинам необходимо железо. Ну, кальций, кажется, необходим, там, трёхство и аппаратик. Хотя, мы с вами, если будем эту проблему сегодня обсуждать, все у нас хватит времени, это не главный вопрос. Я должен буду показать, что при остеопорозии, кроме кальция, нужно ещё 14 факторов, как минимум, чтобы кальций нормально встраивался в костную ткань или не вымывался из неё с такой интенсивностью, как это происходит при снижении уровня эстрогена у женщин в этом возрасте. А очень часто заблуждаются, считают, что можно использовать, ну, кальций, допустим, в виде яичной скорлупы. Это, безусловно, палеотильная мера, которая практически не зависит. Вы обратите внимание, что рецептура, которая предлагается фирмой, как источник кальция, кальций-меджик, содержит, кроме кальция, вот как раз те 14, даже больше компонентов. Зачем это всё сюда бери, казалось бы, что просто так? Для того, чтобы обеспечить организм, что подобное, совершенно обоснованно, и каждый компонент, который введён в эту рецептуру, он функционален. Поэтому вот эти вот представления о том, что можно, там, карбонатом, кальций-меджик, с кальций-меджикой решить проблемы, они совершенно не соответствуют действительности. Именно поэтому не удаётся решить проблему остеопороза в таком массовом порядке, поскольку народ не всегда знает, что нужно для его цели. Вот эту психологию мы меняем у врачей, и поэтому сейчас то, что я вам читаю, правда, в значительно меньшем объёме, как-то не странно звучит, начали читать студенты медицинского факультета со второго курса. Но часов настолько мало, что значительно больше излагаем вот в этих вот занятиях, которые вам уже говорили только что, о том, что они говорили, чем в студенческом курсе не в институте. Но считаем, что, по крайней мере, психология нам удастся изменить. Будущие врачи, которые закончат медицинские институты и заканчивают, они уже будут знать, что кроме фармакологии, которые читают на третьем курсе, и которые рассматривают только синтетические средства и небольшое количество природы, есть ещё один мощный пласт, который ни в коем случае не заменяет фармакологию. Ради Бога! У него есть, у этого пласта есть своя ниша. Это оздоровление, это профилактика, это совместное применение с фармакологическими средствами. Ничего врачи тоже не знают. Я сегодня вам покажу, которое интересное применение может найти, например, в русской обращенной практике. Врач назначает бета-адреноблокатор, врач назначает антидепрессанты, врач назначает средства, снижающие холестерин, вот так называемые статии, и не подозревает, какие побочные действия за этим стоят, а их можно снять, используя коферменку с витамином Е. Я потом буду вам об этом рассказывать, у нас лекция по антиоксидантам будет, мы эту проблему с вами обязательно рассмотрим. Так вот, есть огромная группа веществ, кроме белков, жиров, углеводов, которых организм нуждается буквально в граммовых количествах. Суточная доза 1 грамм всего лишь. Вот эти вот вещества вместе все называются микронутриентами. Потребность в них исчисляется десятками миллиграмм, микрограммами, но в целом они все нужны. Вот мне пришлось провести анализ этой проблемы, ну такое чисто научное, потому что мы вот подготовили, написали небольшую гонографию, называется «Основы действия микронутриентов пищи». Она, к сожалению, стала редкой книгой. Дело в том, что издали ее в Москве, где поступило всего 100 экземпляр автором. Все остальное где-то в Москве болтается, даже не знаю, где можно купить ее. Но не суть. Дело в том, что я специально проанализировал литературу. Съедобные растения, не просто пищевые, а съедобные растения, и какие классы природных веществ входят вот в состав съедобных растений. Почему были съедобные растения? Потому что мы должны с вами питаться съедобными растениями, не только теми овощами, которые мы привыкли, окурцы, помидоры, капуста. Есть огромное количество этих растущих растений, которые мы с вами пренебрежительно толчевым ртом выбрасываем. А на самом деле это прекрасный источник ценнейших веществ. Возьмите тот же самый лопух, возьмите ту же самую крапиву, совершенно банально все это, мокрицу, которую рвут с остеренением все садоводы. А это ценнейший источник. Ведь японцы, например, уж обвинить их неграмотности никак не делают. Хотя бы в том плане, что у них средняя проповедительная жизнь на 30 лет больше, чем у нас. Все это шуточки. На 30 лет, на более, чем целое поколение, едят примерно тысячу где-то растущих растений, получая все необходимое. И вот почему в этих вот всех съедобных растениях, кроме витаминов и минералов, содержится 24 класса веществ, не 24 вещества, 24 класса веществ, которые в нашем доме не ставятся. И которые наши предки получали, далекие предки получали. Мы, перейдя на новый режим питания, технизация питания, технологическая переработка пищи, практически лишили себя самых нужных компонентов. Ну, достаточно сказать, здесь вот как раз краснодарцы, вот, а мне Краснодар близкий город, потому что эвакуация, я, не счастье, лежал там вредном, в больнице, в эвакуации. Так получилось просто. Вот, краснодарская, краснодарская, так как украинская, подсолнечное масло. Вы посмотрите, масла, которые продаются в магазинах, сейчас это просто преступление. Это рафинированные масла. И реклама говорит о том, что это очень полезно. И масла хранятся на прямом свету, совершенно не отдавая себе отчета, какой вред наносится здоровью. Дело в том, что в масле, просто один-единственный пример, осадок в масле значительно полезнее, чем само масло. Вот я на выставке в Лос-Анджелесе видел продукты как раз, которые получают вот из этих остатков, осадков масла. Они называются фитостеролами. То есть растительные стеролы, которые оказываются, оказывают влияние на самые разнообразные стороны здоровья. Более того, фитостерон рекомендуется речи инфицированным людям для повышения иммунитета. Мы только в этом году об этом стали говорить. Так вот, вот этот осадок, который содержит фитостеролы и так называемые липиды, ну типа лицетина, эти остатки куда более ценные, чем просто масло. Далее. Масло нельзя хранить даже на электрическом свете. Мы специально проводили эксперимент мерия, так называемое перекисное число масел, которые стояли просто под 60-ваттной лампочкой. И оказалось, что за одну ночь стояния перекисное число возрастает в три раза. Перекиси токсичнейшие вещества, которые ведут к концергенезу, то есть к возрастающему опухолю. И посмотрите, масло продается, на флагоне написано не содержит холестерина, но ведь растительные масла в принципе не могут содержать холестерин. Об этом писать даже не надо. Нету в растительном мире холестерина. Просто нет его. Нет, это написано крупными буквами. А то, что масло хозяйке нужно на заметку держать в темноте, написано мелким шрифтом, и обычно никто этого не читает. Понимаете? Но это же преступление называется. Мы лишили очень многого из-за этого. Более того, важно, какие масла человек подъявляет. Если раньше говорил, что с возрастом, предположим, нужно увеличить количество растительных масс, по старикам надо давать 70% растительных масс, 30% животных. То есть сейчас мы говорим, важно каких растительных масс. Не просто 70%. Не прозвучит ли это страшная фраза, что подсолнечное масло, подсолнечное масло при обычном потреблении может провоцировать рак молочной железы. Странно звучит. А это действительно так, к сожалению. Да дело, конечно, не в том, что подсолнечное масло провоцирует. А дело в том, что масла, которые содержат другой клад жирных кислот, должны тоже употребляться в пищу. Например, льменное масло, которое раньше на УСИ было обычным продуктом питания. Сейчас у нас жуткий просто дефицит вот этих вот омега-3 жирных кислот, как так называемых, которые находятся в льменном масле и которые обеспечивают многие любые защиты организма. Потому что в нашем питании исчезли такие продукты. Хорошо, что есть вот, который фактически в течение последних 50 лет был полностью нарушен. Вот это представление о микронутриентах. Это только отдельное название. Нам этого всего не хватает. Вот почему и здоровье такое, вот почему молодежь с таким здоровым 1% детей в России здоровых считается всего 1%. Когда к темному спрашивают, дайте определение здоровому человеку. Мне говорят. Я говорю, вот такое определение. Здоровый человек – это такой человек, у которого каждый день болит в новом месте. А больной – это тогда, когда болит в вполне определенном месте и долго. Вот шутки шутками, знаете, действительно так. Вот что значит, мы лишены микронутриентов, вот этих компонентов, которые нужны всего по 1 грамму в день. Но мы этого не получаем, если не используем продукцию вот такого типа. Просто нас приучили, нас приучили, и наши условия жизни, когда мы живем в условиях постоянного дефицита, и когда речь идет о том, что надо семью накормить, ребенка надо накормить, так кто там думал о каких-то микронутриентах, когда нужно было масло, мясо. Настало время, когда можно об этом все-таки чуть меньше думать, по крайней мере, все есть. И вот теперь самое время, хотя уже, конечно, время упущено, подумать о микронутриентах, о тех компонентах, которых организм нуждается. Я вам передаю еще один простой пример. Вы знаете, что у нас в России дефицит по витаминам на сегодняшний день примерно такой. 95% населения России дефицит сегодня. По витамину С. По витамину Е 70% населения. По витаминам группы В немножко лучше там, где черный хлеб потребляется. 60%. И вот обобщение этого материала меня предлагает, что у дефицита и по витаминам минералам примерно 100 лет уже. С. Думайтесь, думайтесь. Революция, голод, голод на Украине, 33-й год, предвоенные годы, потом война, после военной, потом очередные подъемы сельского хозяйства, очень крутые, настолько крутые, что никак не могли забраться из этого провала. С. Это значит 5 поколений рождалось от лиц, от мам и пап дефицитных по витаминам и минералам и одного поколения рождались только дефицитные дети. Откуда же возьмется здоровье? И вот сейчас наша с вами задача внедрить в сознание и населения, и врачей, что без микроритриентов вот такого типа, который мы с вами сейчас обладаем, здоровья настоящего просто не может. Это должны понимать врачи. И назначая любой лекарственный препарат, каждый врач должен вначале поинтересоваться, а какова внутренняя среда организма, чистый организм, чистая ли его эндоэкология, так называемая, и обеспечен ли он витаминами и минералами. И только после этого назначаются лекарственные препараты, потому что в противном случае все, что назначается, действие, извращается. Я знаю, как проводится испытание. Испытание проводится, например, на крысах. Крысам обеспечивают человеческие условия. Я, так сказать, без преувеличения говорю. Вот, хорош, плювать. Кондиционированный воздух, специальное питание, все рассчитано, все до мелочи рассчитано. И только на этой базе испытывается препарат. Потом этот препарат дается нам с вами, бездым грешным, которым не хватает этого, пятого, десятого, дышим всякой гадостью и так далее. Поэтому даже действие препаратов не выращено. Вот без вот этих вот нюканинтриентов, без биодобавок. Вот, первый вопрос, это, естественно, внутренняя среда организма должна быть чистой. А вот берутся загрязнения. Естественно, внешние. Прежде всего, это всем известно, я буду очень кратко об этом говорить, это техногенные, это загрязнение воздуха, воды, пищи. В крупных городах оно более выражено, как в городе, как в Сочи. Меньше в степени, из моря очищает воздух. Но, тем не менее, от этого никуда не денешься, потому что наши системы и технологические, и промышленные, и транспортные не обеспечивают очистку выхлопных газов, в отличие от всех других стран. Я вот в Нью-Йорке, например, в августе месяце, когда за градусной жаре, на центральных улицах в Нью-Йорке, где машины идут в притык, совершенно нет никакого запаха, абсолютно никакого запаха нет выхлопа. То же самое в Ильсинке, в городе поменьше, правда. Почему? Потому что на двигателях, на выхлопе двигателей стоят платиновые тос-жигатели, причем платина российская, и в Америке, и в Тинляндии. У нас их нет, и у нас воздух выбрасывается, в атмосферу выбрасывается, колоссальное количество канцерогенов, бенспирена, вы видите на большую улицу в прошлом городе, и при постоянном пребывании там можно очень легко получить любое заболевание, просто из-за выхлопа автомобиля. Ну, это вы достаточно хорошо знаете. Пища загрязнена, пища загрязнена, загрязнена пища с помогательными веществами, которые добавляются для того, чтобы не погибала птиница, например, раньше времени, что она отбирала нужные детства. Это же никуда не девается, это вместе с мясом птицы, мясом с кога поступает в наш организм и накапливается в наших тканях, прежде всего в мембранных структурах, и в жировых. Тоже никуда не девается. Далее, загрязнение радиационное, радиоактивное, любое лучевое. Мы даже не дооцениваем, насколько оно серьезно в крупных городах в особенности. Ведь на юге, на юге, при интенсивной инсоляции, это солнечное излучение, особенно в связи с образованием азоновых дыр, это совсем не простая проблема, очень серьезная. И вот сюда приезжают курортники отдыхать, им нужно четко объяснять, что длительное пребывание на таком-то, это лекарственное загрязнение. Вот сейчас об этом говорят самым серьезным образом серьезные люди, потому что смертность от отравления лекарств, лекарства в мире, четвертое место, онкология, сердечно-сосудистая патология, онкология, травмы и ЧП всякие, и четвертое место, это токсическое действие лекарств. Появился термин даже лекарственная агрессия. С возрастом лекарственная агрессия, естественно, возрастает. К сожалению. Вот если бы мы с вами, с молодых лет, учитывая наши предрасположенности той или иной патологии, например, конституциональной, вот если у меня останется время, я постараюсь популярно изложить, как можно глянуть на человека, на его телосложение, сказать, что может быть лет через 20 с ним. Да, эта теория разработана была в Санкт-Петербурге, конституциональные особенности организма и предрасположенность тем или иным заболеваниям. Это очень важно, с точки зрения применения добавок, потому что когда человеку 30 лет, он еще не думает ни о чем, он считает, что здоровье вечное. А что будет через 20 лет? Мы можем так сказать, сказать, уважаемый, пожалуйста, вот сейчас, пока ты здоров, но у тебя такая конституция, что в 50 лет у тебя могут быть сердечно-сосудистые проблемы. начинай принимать, когда он не кодек, когда он елит, там она прямо сейчас. И, пожалуйста, занимайся очисткой организма хотя бы раз в полгода. Тогда в 50 лет у тебя не будет человеческая болезнь. Если она будет, то будет еще и через 15, предположим. То есть это улучшение качества жизни и продвижение жизни по существу. При помощи дела, и все активные добавки. С возрастом увеличивается потребление лекарств. При таком подходе потребление лекарств резко бы сократилось. Вот я могу привести себя любимым. Поскольку я в промоцерк, то я не пью ни картины синтетических препаратов. Совершенно серьезно. Если я все равно спокойно, если я все равно спокойно, фу-фу-фу, конечно, как вы ряд постучили про дерево, да, обхожусь биологически активными добавками. Витамин Е, витамин С, комплекс витамин, я потом расскажу это. И если это начинать вовремя, начинать вовремя, самое главное, не тогда, когда уже кром грязный, когда тебя скорая помощь забирает, а часто так говорят, а вот ваши препараты нам плохо, помогают. А почему? А потому что делал такой образ жизни там до 50-60 лет, что только сход может спасти. А вы думаете, а не ваши капли тут принимают, они не помогают. Так вовремя надо все. Во-первых, продукция наша, прежде всего, это продукция профилактического, профилактического направления. Это продукция для восстановления организма. Дополнительно, это дополнительные средства к лекарственной терапии, если они необходимы, и очень цельные дополнительные средства. Я вот обязательно об этом расскажу. И в ряде случаев, и в ряде случаев, при грамотном подходе, можно даже заменить лекарственные препараты. Мы не говорим об этом слух, потому что на мировом ряде существует конкуренция между фармацевтическими фирмами и фирмами, производящими добавки. Здесь мы никуда не можем деться. Поэтому модуль человек, директор института питания, академик Батриан, решил эту проблему разумно. Он сказал, Каждому своя ниша. Вот лекарственные препараты это экстренная помощь, это хирургия, это лечение уже такое, настоящее лечение, а биологические средства и добавки это профилактика, реабилитация, здоровый образ жизни, качество жизни. И совершенно правильно. И вот так мы хотим разойтись с фармацевтической. Вы же идите и занимайтесь своими делами, а мы будем заниматься своими делами. И все может только сочетаться. Причем, а моя точка зрения, только сочетаться, но с постепенным уменьшением лекарственных средств. Синтетические. Тем не менее, организм сам способен себя загрязнять. И это знали древние. Почему же в те старые времена, когда не было того, что я только что назвал, тем не менее, системы очистки были разработаны. Значит, во-первых, это загрязнение желудочно-тишечного тракта. Основное загрязнение, очень серьезное, загрязнение желудочно-тишечного тракта, особенно в условиях дисбактериоза. Дисбактериоза – нарушение кишечной микрофлоры, то есть превалирование двинусной микрофлоры над молочной кислой и бифигум-бактериями. 95% населения России живет в состоянии дисбактериоза. Диентий почти 98. Что это значит? Дело в том, что мы к микроорганизмам нашего кишечника относимся несколько пренебрежительно. А ведь по массе, сумма, масса, вес микроорганизма больше веса печени. Где-то порядка 3-4 килограмм. Весы все микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике. Они производят огромный, если это нормальная микрофлора. Они производят аминокислоты, они производят витамины, ростовые вещества, все то, что человеку нужно. И у нас с вами в течение эволюции уже сложился симбиоз. На протяжении миллионов лет мы сосуществуем с нашей микрофлорой. А вот сейчас она у нас нарушена. И гнилусная микрофлора стала доминировать. Чем это приводит? Дело в том, что гнилусная микрофлора приводит к гниению белков кишечники. Я эти слова не сам придумал. Для того, чтобы студентам мы читаем такую лекцию «Гниение белков кишечника». Как это звучит? Жутковато. А это действительно так. Что это значит? Это значит, под действием ферментов кишечника, патологической кишечной микрофлоры, в кишечнике образуются такие вещества, как фенол, такой же фенол, как в химзаводах, только в кишечнике. Аммиак, избыточное количество, которому чувствителен головной мозг, особенно кара головного мозга. Так называемые интолы токсические, которые повреждают клетчатые системы, образуются из-за длинной кислоты трептофана. То есть огромное количество токсикантов образуется в кишечнике, всасывается в кровь и создает, в общем-то, общий сопряжненный фонарганизм. Особенно это усиливается, если у человека застойное явление в кишечнике. Ну, поскольку у нас медицинский разговор, я поэтому не буду стесняться особенно к терминам. Ну, на запоре я имею в виду. С возрастом это все становится опасным, длительные запоры, а любой запор приводит к серьезному зашлакованию, загрязнению организма, в чем система. Далее, наличие различных микроорганизмов, гризных систем и так далее в кишечнике. Вы знаете, что из-за несоблюдения вегетина в кишечнике были обнаружены даже леченки мух. А что вы удивляетесь? Ну, помыли фрукты, вот вам, пожалуйста, съели быстренько, особенно дети, которые это все делали значительно проще. Леченки мух, гризные инвазии. Мы начинаем бороться с гризами, мы используем средства их уничтожения, они погибают, но они же распадаются в кишечнике, и все это всасывается. Продукты жизнедеятельности, то есть кишечник создает очень тяжелую среду в организме, и поэтому все системы очистки, прежде всего, направлены на очистку кишечника. И мы с вами с этого и начнем рассмотрение этой проблемы. И я два слова скажу о системе, которая была описана Малаховым, вы знаете, маслами, положительные и отрицательные стороны, это снова отрицательные стороны. очистка при помощи, например, нитропристаллической целлюлозы и очистка по системе Калавада, которая не... Я не хочу заранее заглядать вперед, сказать, какие преимущества, поскольку требования к системам очистки кишечника... Вот у меня они на слайде, но я лучше вам буду зачистить это, вам такое удобное писание. Не слышно? А? Не слышно? Вот так-то. А вы, если я отклоняюсь, ну, как ты же ректор, знаете, забываешь, говорите. Так вот, к очистке кишечника предъявляется как минимум 15 требований. Я буду ее вам перечислять. И самое приятное то, что все эти требования выполняются вот в этой рецептуре Калавада. Я возьму его в руки, вот так. Вот так будет слышно. Значит, итак, первое это загрязнение желудочно-кишечного тракта. Это понятно. Но это не все. Это не все. Я хотел бы обратить внимание, что источником загрязнений являются вяло текущие воспалительные процессы. Каждый из нас может вспомнить свою жизнь и вспомнить, что у кого когда-то что-то было или есть. Возьмите женские воспаления всякие, из-за которых женщина не каждую минуту побежит к врачу по ряду причин, а воспаление протекает. При воспалительном процессе идет выделение в кровь, во-первых, продуктов распада, во-вторых, провоспалительных факторов, которые являются токсичными, не будем называть природой. И это постоянное на протяжении длительного времени. Вспомните, кто-то может вспомнить я в частности какое-то воспаление десны, например, больной зуб, который приводит к полной потере энергии. Вот, пожалуйста, вам примеры воспалений, которые постепенно, а иногда не очень постепенно, отравляют организм, приводят к снижению всех уровней, всех процессов в организме. Это серьезные источники токсичных веществ. Поэтому, если мы были воспалениями, нужно немедленно бороться, это всегда источник токсических веществ. Далее, следующее. Токсические продукты свободно-радикального окисления, периксного окисления. Вы запишите этот путь, а у нас целая лекция будет по периксному окислению, вот сейчас же. И я подробно об этом буду говорить, рассматривая продукцию, антиоксидантную продукцию. Периксное окисление дает огромное количество токсических продуктов. Дальше вы услышите, что периксное окисление сопровождает любое заболевание, какое бы вы ни взяли. Таким образом, получается, что при любом заболевании, любом заболевании, усиливаются интоксикационные процессы и опять-таки загрязнение, зашлаковывание организма. Перенесли простуду, организм зашлаковался. А если вы еще используете лекарственные средства, синтетические, то тем более. Далее, следующее, это дефицит микронутривентов. Вот странно, как дефицит может привести к зашлаковыванию организма. Дефицит йода, который, к сожалению, распространен в России чрезвычайно широко, это национальная проблема дефицит йода, это не только снижение интеллектуального потенциала, если есть и йод, используется в ее больнице. Вот так, да? Глухо, да? Нет. А может, я без микровода не лучше? Нет, лучше, если очень ближе, пожалуйста, вот так, да? Вот так, слышно? Да. Вот так. Вот так. Вы знаете, что дефицит йода, дефицит йода приводит и по функции щитовидной железы. Что касается дефицита йода, я буду ворсеть немножко голосом, дефицит, что касается дефицита йода у младенцев, у новорожденных детей, это вообще сверхопасная ситуация, поскольку, если ребенок недополучил в утробе матери достаточное количество йода, его интеллектуальный потенциал снижен на 30% уже. Врачи часто об этом забывают и начинают назначать йод, когда ребенок уже на белом свете. А назначать ее нужно маме до беременности еще. Это, кстати, знали древние китайцы, которые, когда девушка выходила замуж, ей за месяц до замужества обязательно давалось ягированное масло. Еще 3000 лет тому назад мы это напрочь все забыли. И вот только сейчас, в 2003 году появилась статья, которая обратила внимание детских врачей на вот этот фактор, что йод нужен ребенку, пока он утробе матери. Вот тогда он эффективно действует. Если же он родился, он, безусловно, нуждается в йоде до 30% IQ и индекса интеллектуальности уже потеряно. У взрослого человека йод приводит к снижению основного обмена и в результате этого все процессы в организме заторможены. В результате накапливаются продукты медоокисления. Вот эти продукты медоокисления являются токсичными и приводят к зашлаковыванию организма. Достаточно вам сказать, что одним из таких продуктов зашлаковыми является холестерин. Поэтому нам известно вот в такшем поколении, когда советовались пожилым людям принимать такую рецептуру молоко капать йод и принимать от атеросклероза. Этого делать сейчас, мы говорим, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что очень легко передозируется йод таким образом, капая его из медицинской пипетки, потому что дозы йода настолько низкие, что одна капля может превысить ее в десятки раз. Но в принципе йод действительно применение препаратов йода действительно улучшает эндокологию, то есть внутреннюю среду организма. Значит, получается, что дефицит йода приводит к зашлакованию. В последние годы было установлено, что йод в четвертой жизни не работает без селена. Вот это принципиально важный факт. Мы теперь говорим об обеспечении населения не только йодом, но и селеном одновременно. И существовала национальная программа единизации населения через единированную соль, а сейчас существует национальная программа селенизации населения. Мы о селе с вами немного сегодня поговорим позже, в разделе антиоксиданты, но при дефиците двух этих элементов, а это сплошь и рядом по России, идет интенсивнейшее зашлаковывание организма вот за счет низкого уровня процесса обеспечения. Вот, пожалуйста, вот такой факт. Вот дефицит, чему приводит. Поэтому недаром я в соответствии вступительной честь сказал дефицит витаминов в течение 100 лет яд. Представляете, к чему это все придало? Это мы только теперь начали понимать, что это работает. Дальше, следующее загрязнение это сверхпороговое накопление такое синдромальных веществ обмена. Ну, например, у спортсмена, особенно профессиональных, особенно много тренирующихся, накапливается молочная первеноградная кислота, аняк, который приводит к интоксикации. Вы обратите внимание, вот если служит внимательно средства массовой информации, они иногда у них иногда проскакивают, что какой-то молодой футболист прямо на пуле умер по 30 лет человеку, он умер на поле. Что это такое? Стресс. За этим стрессом стоит тяжелейшее состояние интоксикации организма, перенагрузка. И если бы эти спортсмены получали бы вот добавки такие, заведомо, заранее, вы скажете, они получают, ничего подобного. Я вот был на конференции в Гаграх в прошлом году и жил в комнате не со спортсменами, а с космонавтами нашими. Два космонавта, два врача. Один летавший, я не помню его фамилию. Второй исследователь, оба врачи. Я заинтересовался, я говорю, ну вот как кормят вас, вот очень интересно это все было. Оказываются, космонавты, кроме вот обычного стандартного рациона, где есть какой-то набор витаминов, часто синтетических, и какой-то набор минералов ограничений, ничего не получают. они, речь шла о кальции, поскольку в космическом условии при отсутствии силы тяжести вымывается кальций из костной ткани у мужчин, у женщин же почти не бывает, у мужчин. Я говорю, а что вы при нем предподаете, рекомендуете? А мы даем фосфонаты, а фосфонаты это симпетические продукты. Я говорю, почему не природные, вот пожалуйста, есть великолепная природная система, а у нас по штату так не положено это. Понимаете? Так это космонавты, когда казалось, самая передовая область казалась, тут откладывается все. И вот, кстати, что касается спортсменов, мы с Ольгой Владимирович общались с спортсменами, поразительная безграмотность, поразительное нежелание ничего использовать. А отсюда результаты. Посмотрите, на Олимпиаде, что было. Вот на последнюю, в Salt Lake City. На последние километры люди не выдерживали просто, потому что не хватает ресурсов. Откуда же они возьмутся, когда спортсменов кормят мясом и в избыточном количестве ущерб представления о том, что только эти можно поднять результаты. На самом деле все это совсем не так. Вот такими вещами. Я обычно рассказываю студентам такую притчу о предстартовом Шницеле. Это действительно реальная ситуация, когда две команды гребцов тренировались, один тренер был с такими представлениями, второй с обычными. Один кормил своих спортсменов овсом, ну овсяной кашей, овсяной кашей. Второй, второй сменялся над ним, давал естественно Шницеля, поэтому называют априспаком Шницеля. Кто победил, как вы думаете? Вода, которая получала овес, это действительно так. И это совершенно четко объяснимо с точки зрения наших составов. Абсолютно объяснение. Чем тем более реальные спортсмены потребляют белков в 4-5 раз выше всяких норм, считая, что они тем самым увеличивают большую массу. Забывая, что самым опасным с токсической точки зрения как раз является белок, потому что именно он для токсиканта, аммиак и прочие вещества, от которых надо избавляться. Так что видите, источников загрязнения более чем достаточно в самом организме. Вот почему древние может быть знали это, может быть интуитивно догадывались, думаю, что знали скорее всего. Об этом просто нашли информацию. И поэтому еще в древнем Китае были разработаны рецептуры очень разумные, которые в общем-то вот рецептуры коротла они построили примерно по такому же очень разумному принципу. И вот давайте мы теперь начнем рассматривать последовательно какие требования определяются к рецептуре, которая предназначена для очистки пока только желудочно-тишечного тракта. Это первый этап очистки. А какой второй этап? А второй этап это системная очистка, то есть очистка всех систем организма. Почему мы этот вопрос ставим второй? Тишечек понятно. А второй? Потому что значительная часть токсических веществ, которые поступают в организм и из вне, и изнутри, гидрофобные. Гидрофобные это значит нерастворимы в воде. Хобос боящаяся воды переводится. Значит они накапливаются в жировых или жироподобных компонентах организма. Например, в первой браке жировой ткани. А выводятся как вещества токсические из организма только водными системами. Возьмите кишечник это водная система, почки водная система, подводная система. Каким образом гидрофобные вещества из жировой ткани, которая их держит, поступают в кровь? Вот мы об этом поговорим с вами. Об этой системе выкастану и так. И каким образом при помощи компонентов вот этих компонентов биодобавок на эту систему можно воздействовать. На систему так называемой системной очистки. Но первый этап все-таки это очистка тишечника, потому что эта проблема чрезвычайно непроста, как кажется на первый взгляд. Вы знаете, что существует сейчас очень много литературы, поэтому на любой развал можно пойти, там можно найти. Прежде всего Малахов много написал на этом. Малахов не врач, спортсмен. Ну, честь ему и хвала, что он взялся за это дело. Но написано, конечно, это все не совсем профессионально, мягко говоря. Все равно спасибо, потому что это подтолкнуло интерес вот такого вот работа, без всякого сомнения. Что касается системы, которую описал Малахов. Почему я не говорю системы Малахова? Потому что это не его система, она известна, ну, как минимум тысячи три лет примерно. Очистка масла, вы знаете это, да? Стакан масла оливкового обычно рекомендуют с лимонным соком, но предварительно следует масса очень приятных процедур, в виде примерно двух десятков клиризм и так далее. Согревание печени, наверное, кто-то чистился, да? я тоже попробовал на себе два раза это, для того, чтобы можно было потом авторитетно говорить, что может каждый почувствовать, а кто мне поверит, если я сам это не делал. Слава Богу, все обошлось. Я серьезно говорю, потому что у сына моего не обошлось. обтурация. Обтурация у нас почечная, правда, но удалось, слава Богу, что знаем как, удалось избежать хирургического стола. Перекрыта почка была после пяти очисток вот по этой системе, и слава Богу, был август месяц, были арбузы, что немаловажно, удалось вытолкнуть эту песчину, но иногда это приводит и к хирургическому столу, когда закупорка желчной пути, закупорка мочевых пути и так далее. Это очень серьезное осложнение, и поэтому такая очистка, это тяжелая нагрузка на организм, тяжелейшая нагрузка. Это нужно еще выдержать, поэтому сейчас такую очистку проводят, но в стационаре. Дома, дома далеко не всем это можно делать. Кроме того, это очистка палеотивная, это отток желчи по существу. Да, это полезно, безусловно, но это еще не все. Реальная система, которая действительно обеспечивает эффективную очистку, это растительная, но компонентная система, и вот колобатый как раз и представляет вот такую многоступенчатую, но многокомпонентную систему. Вот мы давайте с точки зрения будем вести разговор так. Теоретическое требование очистки, практическая реализация рецептура. Вот параметик упал. Итак, первое требование, первое требование, это использование энтеросорбции. Энтеросорбция это поглощение веществ в просвете желудочно-кишечного тракта. Энтеросорбция называется. Фармацевтические средства тоже имеются такие, например, микрокристаллическая целлюлоза, вы знаете, полифипам, вещества сорбенты. В системе очистки калавата используется смесь семена подорожника, каолин, кожура лимона, рецептин, чернослик, ну и дальше идут экстракт корни салонки. Вот состав. Вот передо мной я буквально считываю и мы с вами будем вести так разговор, чтобы мы с вами в мире читать рецептуру. Не просто добавка такая, а вот что каждый компонент и как он действует. Ну почему? А? А ты еще раз первый этап. А, пожалуйста, я в том, что у вас есть это все, я же ничего здесь не придумываю. Значит, состав порошка калаваты для осуществления энтеросорбции, первой стадии, первого этапа очистки. Это семена подорожника, калий, это вина, кожура лимона, лецептин, чернослик, экстракт корни салонки. Ну, здесь аромат ароматическая добавка запахом банана, ну, это, для удовольствия, приятно пахнуть все. Обязательно такие вещи добавляйте, потому что это психологически очень сильно действует. Смотрите себе, когда лекарство противно пахнет, то его не принимают. Это все должно учить. Вот сюда добавляется еще вот такой компонент, который, если психологически, настраивает, что не маловато, вчера Александр, что он еще бы там говорил, и настраивает на решение этой проблемы. Значит, что здесь энтеросорбентом является? Прежде всего, это семена подорожника. Семена подорожника содержат так называемые геницеллюлозы. Если некоторые термины будут непонятны, вы меня переспрашиваете, но названия теперь надо знать все эти. Вы обратите внимание, сейчас журналисты очень любят писать, даже в газетах, причем часто перевирают названия. Поэтому нужно нам это знать. Я буду использовать названия постепенно, вот мы на школе, о которой я только что говорила, буквально перечисляли все вещества, которые входят в состав микронутриента. Все 24 класса. И люди знают, что он фитостерол, постепенно к этому привыкаешь и начинаешь с этих позиций ко всему подходить. Вот я такой системе обучения. Так вот, семена подорожника подорожник содержит слизи, так называемые. Слизи, но слизи легче. Запомните, это геницеллюлозы. Вот эти слизистые вещества являются сорбентами. Это мягкий сорбент, не имеющий твердых компонентов и не повреждающий желудочно-кишечный тракт. Мягкий сорбент, водорастворенный. Он мягко, а это очень важно, поглощает различные вещества. И здесь нужно сказать, какие? В средствах массовой информации говорят токсические. Это неправда. Любой сорбент поглощает и токсические, и полезные вещества. Таких сорбентов, которые поглощают только токсические вещества, пока нет. Поглощается и вредное, и полезное. Это нужно тоже обязательно помнить. Как решить эту проблему, мы сейчас с вами обсудим. Следующий компонент это калий. Калийна, это глина. Это природный, генеральный сорбент, который тоже поглощает и вредные, и полезные вещества, и всякого сорбента. Но это очень важный этап и обязательный этап почистки желудочно-кишечного тракта, поскольку кишечники накапливают, я уже говорил, массу токсических веществ, которые нужно просто связать и вывести из организма. Следующий компонент это чернослив. Ну, вы знаете, чернослив давным-давно используют как послабляющие. Это тоже немаловажное обстоятельство. И одновременно чернослив обладает способностью из-за так называемых пектина, вот в состав его, так как в состав яблока, в состав, кстати говоря, кожуры лимона, входят так называемые пектины. Это тоже высокомолекулярные вещества, которые поглощают на своей поверхности другие вещества, то есть энтеросоргенты. Причем, что ценно, что ценно, что вот такие компоненты, которые входят в состав чернослива, яблок, например, вот кожуры лимона, они частично расщепляются в кишечнике. И это очень ценное свойство. Почему? Потому что продукты расщепления попадают с кровью в другие органы и связывают там, например, тяжелые металлы. Например, такие пектины могут быть использованы для выведения свинца из космосной системы, это правда сложно, потому что свинец там очень прочно держится, а легче ртуть выводить из почек. Мы использовали это, у меня защитила аспирамка диссертацию вместе с кафериковой болезней у рабочих, занимающихся вот этими сроками газосветки. Это все ртутные системы, здесь обычный свет, а вот газосветки такие длинные. Это ртутные системы, нельзя бить в никаком случае. У этих рабочих, конечно, почка хатуть, и она не выходит, мочев пути не было, и после того, когда рабочие получали вот пектиновые компоненты, пектин, у них появилась ртуть, слава богу, мочев, то есть, она будет уходить из почки. Так вот, вот эта вот система будет выводить ртуть, и это тоже немаловажно в условиях крупного загрязнения, в крупной дорогах. Далее, вот я не все компоненты, которые перечистил, прокомментировал, потому что мы пока назвали с вами только энтеросорбционные компоненты, вот остальные, салотка и другие, там вполне немножко другую функцию, но это тоже важно. Итак, первый этап энтеросорбция, энтеросорбция, вот те компоненты, которые я назвал. Это важно, потому что при этом выводятся и канцерогены, мы будем говорить чуть позже, о канцерогенной опасности пищи, и как с этим бороться при помощи водопоечистки организма, вну, кишечника. Сюда же можно добавить, например, растительные волокна, например, изотрубиль, например, или просто вотрубиль. Это тоже дополняет очень хорошо такую вот систему. Просто мы немножко шире будем рассматривать и добавки и продукты питания одновременно, потому что добавки без продуктов питания мы все-таки не употребляем. Сами добавки являются компонентами питания. Поэтому разрывать эти вопросы нельзя. Вот поэтому вот растительные волокна, например, из черного хлеба, я не знаю, где же в Сочи черный хлеб, пока я его не видел. Сейчас масса сортов пускается, по крайней мере, в Петербурге разные виды хлеба, где добавляются вот эти вот компоненты. Они очень важны, их раньше при неприкрытии называли балластные вещества пищи и даже была теория избавиться от этих балластных веществ, чтобы человек съездал каблеточку и таким образом насыщался. На самом деле это все совершенно порочно. Именно отсутствие балластных веществ приводит к опухолю кишечника. Вот почему очень важно, что балластные вещества обязательно поступают. Ну, а можно сказать, что при антеросорфе, я уже отметил это, связываются и ценные, и вредные вещества, и ценные вещества. И поэтому, допустим, применение микрокристаллической целлюлозы может через месяц такой очистки привести к террору гиповитаминовскую. И в случае эти описаны. Поэтому второе требование к системе очистки это обязательно восполнение потерь, связанных с энтеросорфицией. Это восполнение минералов, восполнение витаминов, которые были потеряны вместе с вредными токсическими веществами. И вы обратили внимание, что обязательный этап очистки по системе колпада это введение так называемого алкемерита. Алкемерит. Его первое предназначение вот этого комплекса это восполнение тех потерь, которые фактически реализовались вот на первом этапе очистки. Мы, колпемериту, с вами вернемся отдельно, потому что не очень сложно. состав, я буквально штрихами напомню просто, чтобы все помнили. Смотрите, витамины А, В, витамины А, С, В1, В2, В6, В12, Е, ВП, пандатеновая, полевая кислота, ВИАТ, не пишите, просто послушайте. Это же все есть в бумагах. Минералы, полуминеральный набор. Некоторые органические добавки, вроде калийной иназитола. Зачем это все? Зачем вот такая сложная система? Прежде всего, это самостоятельное значение имеет, Ultimate, это система обеспечения витаминами и минералами. Сама по себе важна, но в плане очистки организма, это обязательный компонент для восполнения вот тех потерь, которые, естественно, обязательно происходят при использовании энтеросорбентов. Вы скажете, можно обойтись без энтеросорбентов? Нет, нельзя прийти. Кишечники накапливаются столько, что нужно обязательно все это связать и вывести. Но, разумно, допустим, на любом этапе, вы умеете, что на всех трех этапах добавляется Ultimate. На трех этапах. Потому что везде могут быть потери, и поэтому грамотно эти потери исполняют. Следующее требование к очистке, это регенерация пристеночного слизистого слоя желудочно-кишечного тракта. Регенерация пристеночного слизистого слоя желудочно-кишечного тракта. Вы скажете, это что? Дело в том, что в желудочно-кишечном тракте и в желудке и кишечнике имеется слизистый и бикарбонатный слой. Бикарбонат, это сода. Сода. Слизистый бикарбонатный слой. Вот этот силистно-бикарбонатный слой защищает стенку желудка и кишечника от повреждений. Повреждений пищи. Ну вспомните, как мы едим на ходу на лету. Глотаем, заглотываем куски. Часто достаточно острые. Это может привести к повреждению стенки. Вот почему вот этот слой защищает. И он должен обязательно сохраняться в нормальном состоянии. Сложные ситуации возникают при образовании эрозии, мы будем говорить об этом, и при предыдущих положенностях язвы. При этом слой истончается и меняется в неблагоприятную сторону его состав. Настолько, что все становится, стенка становится доступна. Вы принимаете аспирин и получаете язвенное повреждение. Особенно наш отечественный аспирин незащищенный. Вот почему вот этот эффект очень важен. Вот поддержание нормального состояния пристеночного слоя. Что обеспечили? Пожалуйста, подорожник. Вот только что упомянутые вот эти полисахаридные компоненты подорожника. Вспомните, врачи есть у нас? В фонде есть такой препарат клантаглюцит. Это из подорожника. Это высушенный сок подорожника, который является противоязвенной, одновременно регулирует стенку, слизистую. Далее, это солодка. Вот она, солодка. Упоминается в этой рецептуре, вот состав парафорка лавата, экстракт корна солодки. Корень солодки и его компоненты способны регенерировать слизистый слой и способны регенерировать саму слизистую. Поэтому солодка – это известное, старое противоязвенное средство. Противоязвенное и противоэрозийное. И существовал, и существует в Англии препарат из солодки, который является противоязвенным. Препарат из солодки. Называется он карбеноксалон. Английское название – карбеноксалон. У нас солодка для этих целей сейчас не применяется. Пока. Но я очень надеюсь, что возврат все равно будет. Сейчас разработаны технологии лечения язвы синтетическими препаратами. Они пока оккупируют язву неплохо, надо сказать. Но только оккупируют. То есть, допустим, обострение. Обострение можно снять, допустим, в течение недели. Язва потом вернется все равно. Рано или поздно она возвращается. А природные вещества солодка обладают и противоязвым, и противоэрозийным, и способностью регенерировать вот эту вот слизистую. Далее. Это проростки различных злаков. Обратите внимание, что в системе питания 1 и 2 обязательно используются проростки камута, проростки пшеницы, проростки соли. Почему? Во-первых, проростки – это растущий организм. То есть в нем синтезируется масса нужных веществ. Например, витамин Е интенсивно синтезируется в проростках. И что очень важно, это так называемые факторы роста. Вот факторы роста, они синтезируются и в нашем организме, естественно. Но мы с вами дополучаем их из проростков. И поскольку речь идет о регенерации, регенерация – это всегда рост. Поэтому исключительно важно, чтобы поступали из проростков, различных проростков, вот эти так называемые факторы роста. Следующий фактор – это повышение переваривающей способности желудочно-кишечного тракта. В ядерцеи обычно используется папайя и фермент папаин. Он есть в рецептуре, вы знаете. Дробылайон из ананаса. Либо в рецептуре короблах имеется специальный набор ферментов, которые усиливают процессы переваривания. Почему это важно? Причем обратим внимание, что в состав этих ферментов, кроме животных, протеаз, так называемых, входят растительные ферменты. Дело в том, что, например, в желудке среда кислая, очень кислая, где-то порядка полутора-двух с половиной, если есть это ПА. И папаин, который работает в желудке, работает в этой среде. Обязательно. А если среда не такая кислая, а если у человека пониженная кислотность, что часто бывает, либо при много воды разбавляется вырученная кислота, и среда становится, имеет ПА не полтора-два с половиной, а четыре-пять. То есть это слабо-слабо кислая. Это как вот вода, постоявшая на воздухе, нахватавшуюся угли кислоты, имеет ПА-6. Кисловатое. Фермент, который неэффективен, а ведь это фермент расщепления белка. Если белок не расщепится, он пройдет дальше в кишечнике, там будет гнить. Вот так, как я сказал, давай атактические продукты. Это очень важно, чтобы вся белковая пища, поступающая в ручный кишечный тракт, обязательно расщеплялась. Дуаминокислот, как положено ей. Тогда процессы гниения будут значительно меньшей степени выражены. Так вот, растительные ферменты, которые добавляются в эти рецептуры, они работают практически в нейтральной среде. В нейтральной среде нет кислоты, ну и не надо, они при ПА-7 прекрасно работают. Вот почему вот эти вот растительные комплексы, эти вот черненые комплексы, исключительно важны и с точки зрения полного переваривания белка в лучшем кишечном тракте. Это очень важное обстоятельство. Возможно, человек когда-то получал это все. Когда был климат на земле теплый, когда даже ПА-8 мог расти и не только в районе Сочи, а также в районе Санкт-Петербурга, например, когда-то. Это все в генетическом коде закрепляется, записывается. Человек в этом нуждался и тогда, но это все получал. Сейчас мы это не получаем из природных веществ, особенно в северных районах. Значит, это должно быть получаем из-за ПА-8. Вот, кстати говоря, одна из демонстраций необходимости ПА-8 для очень непрямых врачей. Вот, пожалуйста, как вам лучше это все восполнить? Да, усеявляющие требования. Улучшение микроциркуляции стенка желудочно-кишечного тракта. Желудок – очень энергоемкий орган. Плакентарам говорят, что нельзя, допустим, есть плотно перед серьезной интеллектуальной работой, там отток крови и так далее. Во-первых, отток крови. А во-вторых, желудок просто требует огромного количества энергии. Огромного количества химической энергии. И поэтому очень важно, чтобы его кровоснабжение через микрокапилляры было эффективным. Вот поэтому в систему очистки обязательно входят компоненты, которые улучшают микроциркуляцию. Это хорошо знает восточная кухня. Это пряности. Это пряности разные. Это куркума, это перец. Тверь добавляется в небольших количествах. Добавьте, это все входит. Вот обратите, я просто экономлю время, поэтому не буду каждый раз ссылаться. Разве что-то вы чуть знаете. А вот требования и вещества, которые есть, я буду каждый раз называть. Пряности оказывают и другие эффекты, о которых мы с вами чуть позже поговорим отдельно. Они чрезвычайно важны. Дальше. Очень важное требование – это противоэрозийное, противоэрозийное, язвозаживляющее и регенерирующее действие на саму слизистую желудочно-кишечного тракта. Значит, противоэрозийное, язвозаживляющее и регенерирующее слизистую действие. Что значит эрозия? Это повреждение, повреждение очаговое, повреждение слизистой, естественно, слизистого слоя. Так вот, гастроэрозийный наш, а у нас в Академии работает главный гастроэрозийный гастроэрозийный гастроэрозий в Санкт-Петербурге. Вот вы видели, что у 75-80% здоровых людей эрозия желудочно-кишечного тракта. Да. Дело в том, что иногда эрозия бывает с болью, а часто нет. То есть где-то нервных окончаний нет, достаточно окончаний, не чувствует. Но эрозия-то от этого никуда не делась. А эрозия-то очень неприятное явление при любой локализации. У женщин, если эрозия шеи и матки, они обязательно идут к врачу. А эрозия желудка можно ходить полжизни, пока не найдутся какие-то необратимые изменения. Это очень серьезный момент, и на это нужно обращать самое серьезное внимание. Такая же эрозия слизистой. Так вот, очень важны компоненты, которые вот эту эрозию предотвращают. Эрозию слизистой и тем более язвенное образование. Есть люди с предрасположенностью к язве. Применение отдельных препаратов, например, аспирин, может привести к язвенному изобрению слизистой желудка. Особенно если мы экономим, например, и употребляем наш отечественный ацетин с алициловым тислородом, незащищенную. Я почему об этом заговорил? Потому что существует такая американская система, разумная, когда аспирин используется для предпочтения инфарктов. На 30% слизистой американцы инфаркты, используя аспирин. Почему? А потом, когда будем обсуждать омега при жирной кислоте, у нас уже мало времени, это большая программа обсуждать это все. Так вот, нужно использовать тогда специальный защищенный аспирин. Это аспирин кардио или аспирин АСС называется. АСС. Они защищены. То есть эти виды аспирина перевариваются уже в кишечнике, проходя желудок, за счет оболочек специально. Если же вы используете ацетин с алициловую кислоту отечественную, то ничего не стоит получить из изделения от стенки желудка, от местных приемов аспирина такого. Вот нужно быть осторожным. Очень многие вещи. Например, так называемый печеночки рефлюкс. Вот мы обильно пообедали, это мужчины обычно свойственные, женщины обильно пообедали, бегут на их посуду. А мужчины обычно завариваются с газетой на спине. А это может привести к забрасыванию желчи в желудок. Забрасывание желчи в желудок, вот при таком положении тела, может привести не только к повреждению слизиста еще в желчный кислот, но даже к образованию канцерогенов и желчный кислот. Вы обратите внимание, что ни одно животное на спине никогда не лежит. Ни на боку, ни на спине. Кошка лежит на животе, собака лежит на животе. Это не случайно все. Мы у природы должны учиться. И тоже своим мужчинам советуют порежать лучше на животе. А лучше вообще не лежать. Лучше посуду помочь. Ну, это уже как вы решите. Вот в соответствии с вчерашней программой, сумеете заставить посуду мыть, значит вам полезно. Так вот, какие компоненты обладают вот таким действием? Язва заживляющим, язва профилактирующим, противоэрозийным. Это опять-таки компоненты подорожника. Они называются полисахариды. Давайте потихонечку, это химическое название тоже называть. Полисахариды подорожника. Вот он входит в состав этого порошка. Алоэ, хорошо всем известно, тоже входит в рецептуры алоэ. Типичный противоэрозийный, противоядленный компонент. И опять-таки солодка, ее компоненты. Это так называемый, наверное, известный вам слой, биофолоноиды, солодки. И так называемые терпены, терпеноиды, солодки. Обладают способностью регенерировать слизистую, так же как и слизистый слой, и профилактировать образование эрозий. Далее следующее требование. Антиоксидантное и антигипоксантное действия. Вот об антиоксидантах мы с вами поговорим в отдельной лекции. Я еще раз скажу, что один из механизмов язвенной болезни является усиление перечисленных процессов. Поэтому в гипотилактике язвы обязательно нужны антиоксиданты питания. Антигипоксанты, что это такое? Антигипоксанты это природные вещества, которые улучшают потребление кислорода. Желудок требует огромной энергии. Откуда энергия берется? Энергия за счет использования кислорода. Тоже, конечно, за счет использования кислорода. Поэтому антигипоксанты исключительно важны. Какие это? Это прежде всего вот сами компоненты альтимейна. Уже антигипоксанты, витамины, минералы альтимейна, обладают способностью улучшать потребление кислорода. Это раз. Во-вторых, это кофермент КУ. Мы им обязательно несколько слов скажем, даже если у нас будет дефицит времени. А может мне за предыдущие минуты рецепт? Да? Вот. О коферменте КУ обязательно поговорим, потому что я хочу просто вас адаптировать, использовать эту ресурсию буквально ниже часа. Особенно если у кого-то есть какие-то проблемы, начинают сердце, кончая дёснами. Так, вернее, он будет чрезвычайно ценный и совершенно безопасный компонент. Дальше. Аризон, так называемый гамма-аризонон из рисовых отрубей. Вот в режимах первого, второго системы питания рисовое упоминается. Гамма-аризонон из рисовых отрубей. И он обладает язву с оживляющим и противоэрозийным действием. В случае антиоксидантов. Так, антиоксиданты. А в антиоксидантах дополнительно в отдельной лекции, просто чтобы не тратить время. Следующее требование. Это нормализация локального иммунитета для лучшего кишечного тракта. Мы с вами знаем, что такое иммунитет. Это защита от любых внешних воздействий микровного, вирусного, грибкового характера. Так вот, иммунитет желудочно-кишечного тракта имеет исключительно важное значение в профилактике различных воспалений самого кишечника. Например, почему-то в народе считается, что аппендицит – это следствие, допустим, потребления семечек, ещё чего-то. Аппендицит – это следствие сниженного иммунитета желудочно-кишечного тракта. Это сниженный иммунитет. Сам по себе аппендиц является иммунным органом. Сам по себе аппендиц. Так вот, сниженный иммунитет приводит и к воспалительным заболеваниям, всяким колитам, гастритам, с которыми сталкивался любой из нас, который учился в грузе, когда едят всё на ходу, на деку, знаем мы всё это. Так вот, нормализация локального иммунитета – недогромнейшее значение. Что является нормализатором иммунитета желудочно-кишечного тракта? Это опять-таки компоненты подорожника, мы с вами говорили. Солодка, тоже упоминали её. Лицитин, водоросли, спирулина, хлорела и другие водоросли, которые в своей стенке содержат иммунотропные холисахариды, так называемые иммунотропные холисахариды, улучшают иммунную систему желудочно-кишечного тракта. Следующее требование – это антиканцеробельное действие. Но мы с вами знаем, что канцеропобия, вообще-то говоря, свойственна всем. Мы все боимся больше опухолей, больше даже, чем инфаркта. Инфаркт ещё как-то лечит, а опухоль – это как приговор лучей. Вот поэтому очень важно профилактировать возникновение любых опухолей, любой локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта. Более того, есть ряд объективных факторов, которые приводят к образованию опухоли. Мы даже можем не знать об этом. Например, это использование, допустим, различных мясных изделий, прошедших технологическую переработку. Все колбасы содержат нитраты. Овощи содержат нитраты, особенности хозяева хотят получить дополнительный доход из этого. А нитраты прямо с естественными компонентами желудочно-кишечного тракта образуют так называемые нитрозоамины – сильнейшие канцерогены прямо в желудке. Из самих компонентов хитистой желудка. Нитрозоамины – сильнейший канцероген. Далее. Наша пища содержит канцерогены. Мы иногда даже не подозреваем, какие. Но, во-первых, любой запресневевший продукт, особенно запресневевшие орехи, а здесь они, так сказать, здесь культируются, чрезвычайно опасен, потому что в запресневевших орехах, любых орехах, развивается грибок, производящий сильнейший печёночный канцероген под названием афлотоксин B1 он называется. Вот особенно интенсивно развиваются такие клетки на арахисе. Но арахис здесь не растёт. Растёт. Так вот, запресневевший арахис представляется вот повышенную опасность. Я поэтому студентам, когда читаю лекцию под интоксикацией, вам буду сегодня рассказывать об этом популярно, говорю, ни в коем случае не покупайте сникерсы, особенно детям, потому что в сникерс входит арахис, и вы не знаете, какой арахис был туда положен. Нагревание, прожаривание абсолютно ничего не даёт. Дело в том, что афлотоксин B1, это низкомолекулярное вещество, с ним ничего не происходит при прожаривании арахиса, при переваривании варенья, уже приснедевшей чёрной плёнкой. Ничего не происходит. Он сохраняется. Так вот, я вначале говорила это абстрактно, а потом в нашей газете «Невское время» появилась статья в Сан-Битстанции, обследование вот этих гудок, где продаётся арахис, на предмет содержания афлотоксина 200 раз превосходит допустимый предел. Это прямой печёночный канцерогент. Вот из продукта, пожалуйста. Так что нужно быть... Любые орехи, кстати говоря, и очень уважаемые всеми грецкие орехи, если они запреснедевшие, они не могут употребляться в пищу. Никакое прожаривание повторяющее ничего не даёт. Потому что развивается вот такая токсическая система. Предварительное прожаривание. А? Предварительное прожаривание. Чтобы они не запресневели. Да, да, да. Вот чтобы не пресневели. Да другое дело. Чтобы не пресневели. Любой запресневевший продукт в этом отношении представляет опасность. Например, пресневеющее зерно. Вот почему в Америке, например, работающий на элеватор, даётся спецпитание. У нас спецпитание всегда было молоко. Когда нужно, не нужно, да, у нас молоко. Вот в этом случае, например, вот если бы, допустим, такой рабочий был бы, молоко не в коем случае. Потому что молоко растворяет всё это. Жировые компоненты растворяют и усилиют всасывание. Так вот там противоядием является гремифоль, грейфротовый сок. Вот это единственное противоядие, профилактическое противотравление вот этим афлатоксином В1. Почему? Повторите название. Афлатоксин В1 называют. А? Афла. Афлатоксин вот из грибков, которые развиваются, плесневых грибков. Мне сразу дают вопрос, а вот как же, типа, сыр литвы с плесенью, там совершенно другие грибки. Для того, что мы с вами знаем, что пенициллин это тоже продукт плесени, но это другая плесень. И это много. Французы специально занимались этим вопросом. Как только вот этот эффект был открыт, афлатоксин, сразу перестали покупать французские сыры. И был такой период. Они провели специальное исследование, где показали, что сырые французские, тот же Рокфор, например, и так далее, в котором имеется вот эта зеленая плесень, совершенно безопасная плесень. Ну просто народ мудрый. Это все в их веками отработано было. Уже давно бы, если бы были токсические эффекты, чисто эмпирически это все было бы оброшено. Еще один источник загрязнения канцерогеново это пережаренные продукты, пережаренное мясо. Хорошо поджаренный шашлык, источник канцерогенов. Я ни в коем случае не хочу испортить аппетит перед бакбетом, но должен сказать, что мы на Кавказе находимся фактически, и мы, как шашлыки едят на Кавказе. По весу мяса и по весу зимы. Вот зимы-то как раз и является антиканцерогеном. И таким образом полностью снимается вот при кавказском режиме использования вот этих продуктов канцерогенового эффекта нет. А у нас, к сожалению, поскольку у нас все-таки зимы меньше, шашлыки едят по весу, а зимы по запаху. Вот и получается разница. Это совершенно серьезно. Так вот, видите, многие пищевые продукты вот при такой переработке содержат канцерогены. Как противодействовать этому? Во-первых, энтеросорбенты, вот о чем мы говорили очень важно, они связаны с канцерогеном, пищники выводят их, просто механически связывают. Более того, витамины, биохлавоноиды, все являются антиканцерогенами. Все являются антиканцерогенами. Далее, аллори, полисульфиды, будут называться соединения чеснок, продукты из чеснока, полисульфиды, так называемые, антиканцероген. И очень важно, это различные виды капусты. Прежде всего, брокколи и другие виды капусты. Вот есть продукт, содержащий различные виды капусты. Обычно на это не обращают внимания, что читают, что это капуста. Не все знают, что такое капуста. А вот капуста брокколи, в частности, и капуста брюссельская содержат так называемые растительные индолы, которые являются типичными антиканцерогенами. Они предотвращают опухоль даже грудной железы и мактин. Вот. Индолы называются. Растительные индолы. И они продукции есть в этих видах капусты. Теперь антиканцерогеном действия обладает нормальная микрофлора. Вот почему мы все время подчеркиваем. И подчеркиваем еще раз. Нормализация микрофлоры в лучшем кишечном тратке. Дело в том, что есть патогенная микрофлора, которая способна из компонентов желчи производить канцерогены прямо в желудочно-кишечном тракте. Это брюссбактериозы. Поэтому все вот эти вот системы, содержащие ацедофилу, называется мегаоцедофилус. Каждый знает состав. Титр, обратите внимание, на очень высокий титр микробных тел. 10 в 9. 1 миллиард. Здесь написано 1 миллиард. Это имеет очень важное значение. Потому что иногда продается даже в аптеках несколько миллионов титр. Титр это количество микробных тел леденцев объемов. А нужно, чтобы титр был не менее миллиарда. Миллиард, два, три миллиарда. Вот это эффективная система. И никакой титр это не заменит. Потому что при массовом производстве кисломолочных продуктов микрофлоры, к сожалению, погибают. И мы занимаемся в основном, ну, так надо говоря, самообманом. Потому что, да, другое дело, когда, допустим, в Мацоне или там другие кавказские напитки делаются дома в очень малом объеме, тогда удается сохранить. Когда это крупно-тоннажное, где сотни тонн производится в большом городе, не удается сохранить микрофлоры. И все все время борются за то, чтобы разработать новые технологии покончены. Поэтому вот использование вот обмега аситофимус это не только нормализация микрофлоры, это и антиканцерогенная защита. Наш главный гастроэнтеролог вообще-то говоря считает, и он, по-моему, прав. У нас главный гастроэнтеролог, города, мы вместе работаем, мы занимаемся как раз лекцией по добавкам. Он вообще считает, что нормализация микрофлоры это защита не только от канцера, это вообще защита от всех заболеваний. У вас болит сердце? Пожалуйста, вначале нормализуйте микрофлор. Микрофлор. Печень нормализуйте микрофлор. И вообще это нужно взять за основу вот своего образа жизни. Тем более, что это доступно все. Дальше, следующее требование это нормализация функции так называемых эндокриноцитов. Что такое эндокриноциты? Это клетки эндокринные, которые встроены в кишечник. Дело в том, что мы знаем с вами, что в организме существует эндокринная система. Вот надпочечники, караево-здовой слой, половые железы и так далее. Но кишечник представляет собой целую железу эндокринную, которая фактически воспроизводит все гормоны организма. Только один кишечник. Эти клетки встроены в него, поэтому кишечник это не просто место или трубка для переваривания и всасывания пищи. Это еще огромный источник гормонов. Причем эти гормоны не только системного действия, то есть действуют вообще на весь организм, но и гормоны, которые влияют на сам кишечник, например, на его перистальтику, то есть движение, на выделение желудочного кишечного сока и так далее. Это очень важный аспект. И народ, главное, это давно подмечает. Мы как-то не обращаем внимания на некоторые высказывания. Вот говорится, такая шуточка есть, немножко пошлая, но она соответствует действительностью, о том, что путь в сердце мужчины лежит через желудок. А на самом деле в этом глубоке смысл есть. А это объясняется тем, что серотонин, вещество, которое улучшает настроение, снимает депрессию, раздражительность, на 90% производится стенка кишечника, а не мозгом. Мозг всего 10%. А остальное кишечник. Поэтому нужно нормализовать работу кишечника и в том числе нормализовать в месте вот этих клеток, которые называются эндокриноциты. Это прямо такими пятнами вот стенки кишечника имеются вот эти вот эндокриноциты, которые продуцируют все, все гормоны, которые есть вообще в организме. А при зашлакованном кишечнике, задненном кишечнике, естественно, что все эти клетки подавлены и функция подавлена. Поэтому вот этот элемент, вот этой очистки, нормализация функции эндокриноциты является очень важным компонентом общей очистки организма. Рано, что усилиться перестантика, что очень важно, усилиться выделение желудочно-кишечного сока, выделение ферментов переваривающих и таким образом нормализуется функция и организму в целом, и желудочно-кишечного тракта, плюс настроение. Что обеспечили вот это действие эндокриноцитом? Ну, во-первых, опять-таки энтеросорбенты, которые связывают токсиканты и выводят их. И, естественно, сама система выведения их. Мы в последнюю очередь, скажем так, всякие послабляющие средства. Но самое главное, это активирующие, то есть активируют эндокриноциты. Это, опять-таки, пряности. Пряности, например, перец, капсаицин, перец, вот это жгучее вещество перца называется капсаицин. Он очень сильный антиоксидант для одновременно пряности. Это коричи. И мы, врачи, знаю, то, чтобы у ребенка был аппетит, ему дают полынь, горечь, полынь, конечно, да? Так это только частное проявление вот действия эндокриноцита, улучшения аппетита. Горечьи, это может быть одуванчик, это может быть алоэ, это лопух, это горячалка. Вот, одни из этих растений входят в рецептуры, обратите внимание, тот же лопух, тот же одуванчик обязательно такой рецептуры. Далее, это пряности обычные пищевые, например, куркума тоже входит. Это имбирь, имбирь, который на Востоке очень широко применяется для таких целей. Те компоненты, которые не только мы же улучшаем, аппетит уже перевариваем. Так вот, работают через эндокриноциты, улучшают функцию вот этих вот гормоноактивных плеток. А и поэтому в целом благоприятные действия на весь организм. Вы знаете, как имбирь широко на Востоке используется? Я сам их разнообразно целью. Имбирь улучшает пищеварение, имбирь улучшает работу печени, имбирь снижает кровяное давление, имбирь повышает половое влечение. Это все, все имбирь, все имбирь. Даже вы живете на Калкасе, такое количество вин, если вы идете в бар пробовать вин, не в бар, а в бар. Салон. Возьмите с собой полочечки имбиря. Значит, после каждой пробы сначала пососите имбирь, а потом следующее вино. Вы будете чувствовать вкус каждого следующего вина отчетливо. Вот кусочки имбиря. Это как раз связано с таким влиянием на чувственное восприятие имбиря. Восток это все знает давным и давно и это широко используется. Так что я знаю, что тяжелое военное время медицина, детская медицина обращала на это серьезное минимальное. Попробуйте ребенка вставить в листинку без справки об отсутствии анализа на яйцемелье. Это было очень серьезно. А сейчас я с детским врачами говорю, а, надо делается, надо не делается. Либо делается небрежно, то есть не определяется ничего. А опасность исключительно велика. Поэтому в систему очистки обязательно должны входить антиэлементные средства. Пожалуйста, я вам назову здесь совершенно четко определенный компонент это листья черного ореха. Прежде всего, помимо того, что это антиоксидантный источник, кстати говоря, очень даже неплохой, это очень серьезное средство против инвазии. Против от листной инвазии. Листья черного ореха компонент называется юблон, он способен убивать и изгонять листы. Еще один компонент это семена тыквы. Это давно известно, наверное, всем, сенечки тыквы. И тыквы являются антигенитными средствами. Но народ лучше не жареные, конечно, лучше не жареные, потому что в тыкве вообще содержится много цинка, это хороший источник цинка, поэтому тыква входит во все мужские добавки для повышения потенции, для борьбы с аденовой простаты, обязательно входит цинк и тыква, обязательно, и то, и другое. Кроме тыквы содержат очень хорошие масла, которым много ненасыщенных жирных кислот, и специфическую аминокислоту, которая изгоняет глисты, называется кукурбитин аминокислота, она изгоняет глисты, поэтому вот этот компонент тоже входит в систему очистки. Следующее требование это нормализация функции печени, но это совершенно очевидно, потому что какая может быть очистка желудочно-кишечного тракта при ненормальной печени. И здесь целый набор гепатопротекторов, так называемых гепатопротекторов, это примсия расторопша, очень хорошо известная растение, она входит в рецептуру, одно из лучших вообще-то из известных средств борьбы с заболеванием печени. Это компоненты шиповника, люцерны, я называю все те компоненты, которые входит в рецептуру. Люцерны это так называемые омега-3 жирные кислоты, омега-3 жирные кислоты, гепатопротекторы. Ну, из народной медицины вы, наверное, знали эти средства гепатопротекторные, так, на всякий случай, что мы шире немножко взяли эту проблему. Это, во-первых, кукурузные лица, желчегонные, это артишок. Артишок, комбинация расторопши с артишоком, это прекрасное средство даже при гепатике В, и он не вылечивает, но улучшает состояние. Расторопша с артишоком. Артишок обладает желчегонным действием, очень мощным, а расторопша регенерирует клетки печени и повышает детоксицирующую функцию печени. И печень у нас основной детоксицирующей орган, хотя не единственная, я потом назову еще другие системы. Причем очень важно, что ряд токсикантов из организма выводят. Часть токсикантов выводится через печень. И чем лучше отток желчи, тем интенсивнее идет выведение токсических пищек через желудочно-кишечный тракт. Вот обратите внимание, что народная медицина очень любит желчегонные средства. Обязательно желчегонные, потому что это, во-первых, отток избыточного холестерина, потому что холестерин превращается в желчные кислоты в кишечном печени. Что значит отток холестерина? Это не только снижение опасности от эросклероза, который нам в общем всем просит. это происходит. Раньше может, но все. А это еще опасность образования желчных камней. В основе желчных камней лежит сначала холестерин откладывающийся, а потом он пропитывается солями. Так вот, чем интенсивнее холестерин выводится с желчью, тем лучше защита и от атеросклероза, и от образования желчных камней со всеми текающими отсюда последствиями. И желчь одновременно выводятся и токсиканты. Есть такой механизм, просто из-за отсутствия времени я не буду описывать, через желчь. Поэтому желчегонные. Какие желчегонные? Вот я назвал уже отришок, кукурузная рыца. Если вы знаете, есть такое растение, солянка холмовая. Очень интересное средство, очень интенсивно может быть использовано. Это шиповый, кстати говоря, прекрасное средство. Это бессмертник, цветки бессмертника. Вот вот эти компоненты обычно используются для нормализации функции печени как важный фактор очистки. И наконец, последнее требование. Последнее требование это так называемое эфирентное, то есть выведение всего из организма. Если это очистка желудочно-кишечного тракта, так это послабляющее средство. Это карсия или александрийский лист. Это одно и то же. Карсия или александрийский лист. Это крушина, это ревень, это алоэ. Все они входят в эту рецептуру врачей. Это выведение токсиканта, вот всего того, что мы с вами переработали, вот поведение 15-ти пользы должны с организма быть выведены. Если это очистка системная, я о нем после времени говорить, это выведение через потовые железы, например, я вам приведу, процитирую так называемую международную систему детоксикации, международная система, которая может вполне укладывается в систему коловада. Вполне. Я назову компоненты, которые входят в эту международную систему, она утверждена у нас Минздравом, кстати говоря, нашим российским. И тогда детоксикация, то есть выведение осуществляется через потовые железы, ну при помощи бани. Обычно, поскольку это западная технология, там используется сауна 80 градусов 4 часа ежедневно, а у нас в России лучше использовать влажную баню, ну обычную русскую баню, которая в России издали, кстати говоря, культивировалась, в отличие западной Европы. Вот и получается, вот какие требования предъявляются. антиэрозийная, противоязвенная вместе, чтобы меньше просто сэкономить время. 12 достаточно. Тоже достаточно. Представляете, вот этому с этим всем требованиям соответствует голова вода. Вот почему эта система исключительно эффективна, не ущербна, то есть не работает в принципе, который в медицине одно лечит, другое калечит. Она эффективна и безущербна, потому что полностью выполняются вот эти требования, которые я вам прочитал только что. Мы специально разрабатывали этот вопрос, это опубликовано вот по этим материалам и безусловно система голова с постсадийной очисткой исключительно важна. Вот давайте после перерыва мы поговорим о стадиях очистки еще несколько слов и о режиме питания, который при этом должен быть обязательно сопротивляться. 72 часа цикла можете представить все вопросы рассматриваться подробнейшим образом. Например, какое должно быть питание, что с чем сочетается. Вы принимаете аргумент там где-то генералы есть, на фоне какой пищи можно принимать, на фоне какой исследуют принимать, потому что сведется действие к рулю из-за связывания с компонентами питания, даже самого ценного и полезного. Но такие детали двухчасовые лекции не обсудишь, естественно, это просто основные положения. Но в заключении все-таки этой части лекции я хочу сказать, что система очистки не может быть реализована при таком неорганизованном безалаберном питании. Обязательно нужно соблюдать определенные диетические требования во время очистки прежде всего. Они очень простые, просто нужно свой режим питания сделать диетически, то есть использовать побольше, максимальное количество растительных продуктов, свежих, каши, каши, кстати, истинно русская такая еда национальная, она здесь вполне уместна. Вот, исключить жиры, исключить, главное, обильное питание. Вот это самое главное, обильное питание. Ведь в рецептуре фирмы имеются великолепные коктейли, вот мы их использовали, которые содержат водоросли, спирулину, хлорилу, камут, проростки овса и так далее. Это великолепнейшее, ценнейшее питание, которое спокойно заменяет обычную пищу и обогащает организм и микроэлементами, и микровитаминами, и антиоксидантами, о которых мы сейчас с вами будем говорить. И вот во время такой очистки это нужно обязательно делать. Потому что иногда потребитель говорит, вот я использую ваши добавки, и мне ничего не помогает. Начинаешь проводить анкету своего рода, такую, знаете, из-под боль. А что вы идите? Ну, такие вопросы нельзя задавать, потому что человек обязательно будет отвечать так, как нужно. А ну-ка спрашивай так, вот как я одну спрашивала. Говорю, скажите, пожалуйста, вот по телевидению показывает тот и тот. Вот вы смотрели там сериал? Смотрела. Ну, разговаривались. Ну, все понятно. Начинало это время, во время этого сериала испытываю эмоциональное напряжение, интенсивно ест. Это все даже известно, сейчас статистика есть такая, социологическая, что вариант просмотра вот этих мыльных хоббиров, которые тут там десятками серий, где страдают героини, где воем, кто-то кого-то бросает, кто-то кого-то влюбляется. Для того, чтобы снять эмоциональное напряжение, обычно женщины, они невольно едят. И вот из-за использовательного потребления вот просто энергоносителей, естественно, получается повышенное измерение, то есть отложение жира и повышение веса. Независимо даже от сознания. Но, к великому сожалению, эта проблема куда более глубокая. Дело в том, что дефицит минералов, витаминов и других микромитриентов заставляет нас больше есть. По очень простой причине организм ну, пытается минералов, витаминов и других веществах, которые называются, мы с вами назвали микромитриентами, как он может нас заставить это сделать? Только через автоматику, через аппетит. Ну, так как вот говорят, женщина беременная может, например, ковырять стенку и езгать звёздку. Смешно. Да ничего смешного нет. Она бедная не получала достаточное количество ни кальция, ни фосфора. Вот, поэтому она организм требует, а ей двое уже. И она начинает грызть, грызть, есть, казалось бы, не следовательные материалы. А на самом деле это защитная реакция организма требует. То же самое, это не фантазия. Дело в том, что в Новосибирске проводился эксперимент, новосибирский институт экологии, в Индии наши пары, видимо, спецслужбы какие-то, вот, на них. Я знаю вот исполнителя этого эксперимента, это профессор Гитчин, наверное, с фамилией его знаете, мы с ним просто подружески отношения. Значит, таких ребят им платили за это, но, кормили их не так, как они привыкли. Им давали небольшое количество, там, риса или чего-то еще, очень небольшое количество, но туда добавляли искусственно вот такие добавки, так, чтобы они не знали, витамины, минералы, все необходимое. не говоря им, естественно. Они привыкли, есть, как у нас, знаете, здоровые парни, ну, спецназ, здоровые парни, которые привыкли сесть, ну, и так далее. Значит, исследуют, Дмитрий Петрович говорили, мы сначала первую неделю от них прятались, потому что они нас собирались избить, ну, по полной понятной причине, эти голодные мужики, хотя им платили, как этим добровольцам, а через 12-14 дней они сами вообще сказали, боже мой, как мы много, прошу прощения, взбрали. И настолько адаптировались, в чем дело здесь? Значит, вот таким образом искусственно организм получил все необходимое и резко упал аппетит, необходимость в излишней пище. Вот это путь к снижению веса. Поэтому использование вот таких вот добавок, которые содержат все микронутриенты, не надо ничего изобретать. Это путь к снижению веса. Это ограничение в питание, ограничение в колораже с одновременным получением всех необходимых продуктов. Плюс дополнительные системы, например, содержащие горсинию, так, ну, вы знаете, мы будем об этом будущем говорить, просто сейчас уже времени нет, те компоненты, которые целенаправленно тормозят синтежира, вроде горсинии, камбоджи, камбоджи, если она есть в рецептуре, карнитин, который усиливает сгорание жирных тислов и рассасывание, сгорание жира, плюс вот такой подход с ограничением пищи, причем не так, чтобы себя за шимором держали, а мы, чтобы продукты здесь лишний вес, именно из-за того, что мы незаметно для себя очень много едим, очень много. Я не говорю о патологии, когда гормональное нарушение, ну, это уже о собственности. Но вот в обычном быту это именно так. Это не только у нас, это тоже самое Америке. Кто самый толстый в Америке? Ниже не знаю. Вот я там три раза был в Союзном штабе. Я таких стук там видел. У нас таких нет просто. Просто нет. Нет таких. Тетю в Лас-Вегасе привозили на тележке. Ей играть хочется, телевать. Она двигаться не может, насколько она толстая. у меня руки хватит. Я сам видел свои глаза. Так вот, вот так питаются обильной пищей. Вот низшие слои мало обеспечены. Почему? А потому что в Лас-Вегасе значит, шведский стол, шесть долларов всего лишь шесть долларов. Человек ходит туда и ест до отвала. Никто же не контролирует, пожалуйста, никому не надо. Все, пожалуйста, все имя. Понимаете? Что же вы хотите? Вот вам избыточный вес. И все то же самое может быть не в такой степени у нас. Поэтому а любой избыточный вес это загрязнение. Автоматическое загрязнение, загрязнение жирами. Давайте рассматривать эту проблему. Это загрязнение жиром. Загрязнение жиром не только тканей и там изменения не только эстетики. Каждая женщина переживает, что если она полна, то это некрасиво. Дело не только в этом. Само ужасное что одним нарушается. Жировой тканью вырабатываются черменты, которые извращают, например, превращение половых гормонов. Отсюда усиливается риск заболевания допустим обхолю, грудной железы и мамки у женщин. Мужчина если набирает лишний вес, не думая ни о чем, у него снижается потенция, это естественно почему, и усиливается риск адреномы простаты, тоже по этой же причине. И у нас нет времени эти вопросы обсуждать, но вот на большом семинаре мы эти все вещи обсуждаем в деталях. Почему это так, что нужно потребовать, какие продукты, какие компоненты комбинирующие. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, эту проблему обсудим подробно.